Газета «Суббота» 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 версии, латышка, все доступно на обоих языках, я думаю, что там нет. Но это много, кстати, если говорить о 25-30% потому что при разнообразии сетей социальных ныне это довольно много. Ну, это много русских пришло, когда 1LV перестал обращать мнение внимания на латышский рынок, латыйский рынок, да. И тогда одни ушли на Facebook, другие к нам. То есть мы так должны, наверное, я так понимаю, определиться с понятием, дружба у нас идет между народами или дружба у нас идет, скажем, между соседями, условно говоря. Между соседями, конечно, есть нормальные соседские и дружеские отношения, а дружба между народами, я вообще не знаю, что это значит. Вот. Кто-нибудь знает, что это значит? Если кто-то знает, звоните нам 672-12-939. Возможно ли дружба между народами? Или вот вообще, вот в каком смысле понимать, как подружиться русским и латышам? Что это значит? Вот, Кристин, как ты вот, когда этот вопрос формулировала, ты о чем думала? Ну, я вот думала тоже о том, что вот на бытовом уровне вроде как дружба есть, но почему-то настолько институции, которые занимаются интеграцией там и прочим, ну, значит, как-то чего-то вроде и не, как-то не хватает, наверное. То есть они считают, что нет все-таки этой дружбы. Или это просто такие специальные службы, чтобы деньги каким-то образом проворачивать на это дело? Не знаю, не могу понять. Вот когда мы говорим дружба между русскими и латышами, что мы имеем в виду все-таки? Вот, наверное, в разное время по-разному, потому что если мы на радио обсуждаем или там на телевидении, или в газете вот эти проблемы, как нам подружиться, то мы, наверное, имеем в виду все-таки, что это не соседи по лестничной клетке, а все-таки какие-то две общины, которые уживаются на одной земле. Скорее всего, так, да? Я думаю, что главное, что надо понять, это... Мне вообще не нравится, когда ворочат эти истории, но важно ее понять, потому что у нас и у русских, и у латышей она сложная и довольно-таки трагическая. И когда все люди поймут, что 9 мая, это нормально, и 16 марта, это нормально, когда старики идут, а не там молодые пацаны с... там с чем-то там, но если старики идут, чтобы поминать своих бывших однополчан, то это, в принципе, мы не должны запрещать это. А то, что эти даты использует политика, это уже другое. А когда мы это поймем, и когда мы поймем, почему латыши обижены русских, потому что там 50 лет так было, нас... нам не позволяли говорить на латышкам, там, на бытовом или рабочем уровне. И почему русские не оккупанты, потому что они ведь переехали так же, как сейчас латыши едут в Ирландию, так и приезжали сюда. И не только так, но и там предлагали нормальную работу, квартиру, еще приезжать сюда, там надо спасать отсталую... Республику. Республику, да, и все, и люди приезжали, и живут тут, и все, тут их дом. И когда мы оба поймем истории друг друга, захотим понять, потому что дружба это одно, а понимание это уже другое. Ну вот в прошлой программе, вот в рамках этой акции «Общий язык» мы выясняли, что русские латыши делят. И чаще всего вот звучало слово «власть», причем на разном уровне, и не только политики делят власть, но и люди сами делят власть, выбирая политиков там себе таких, как надо, и так далее, да? Вот, может быть, вот как-то поделить эту власть, и уже все успокоятся и подружатся тогда русские латыши? Ну, наверное, но... То есть вот так вот взять примитивно, поделить правительство, ну, грубо говоря, да? По процентному соотношению или как? Ну, мы же обсуждаем наивные вопросы, правильно? Значит, у нас наивные и предложения, и ответные соответственно. Я думаю, что у власти должны быть люди, которые думают о государстве, а не о том, как через 4 года опять взять свой электорат, да? Поэтому там по национальному принципу определиться... А как вот залезть в голову вот каждому? Вот как вы предлагаете определить? На детекторе лжи вы проверите? Хочет он там, скажем, или не хочет? Нет, просто большинство из них уже себя проявили в работе, да? Если я плохо работаю, меня увольняют. Если он плохо работает, его перезбирают. Кто избирает, это ненормально. Так можно вечно выбирать? Мы же на 4 года их выбираем. Но то она и демократия, что мы, те, которые избирают, должны сами следить за ними и спрашивать с ними. Потому что если нам, извините, пофиг, то и им. И им так же, совершенно верно. Звонок у нас, пожалуйста. Надевайте наушники. Да, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Я хочу сказать, что такое интеграция. Интеграция – это прежде всего любовь. Понимаете, вот я, например, считаю себя космополитом, хотя по своим корням я литовка, но война расставила другие обозначения. И так получилось, что мои репрессированные родственники потеряли и свою национальность, и все. Но, тем не менее, любовь. Муж у меня латыш. То есть вы предлагаете полюбить друг друга, да? Да, только через любовь и взаимоуважение. И вообще, нас так мало людей в этом мире. И космонавты не зря говорят, которые бывали в космосе, что Земля настолько мала, и все мы дети Земли. И нужно вот глобальнее думать об этом. А то, что государство делит людей, государство, к сожалению, это не страна и не люди, это просто управление. Они делят, они вот этим занимаются, они зарабатывают себе очки и баллы. А люди должны любить. Ведь у меня муж латыш, он из большой латгальской семьи и 10 детей. Так что родня большая, людей много, и все друг друга любят, уважают. И поэтому вот самое главное. Спасибо вам большое за этот звонок, да? И с праздником. Да, и тоже с праздником вас, конечно. Насчет людей мало. Ну, я думаю, на планете-то много людей, там 7 миллиардов уже. В Латвии да, в Латвии как-то все меньше и меньше. И вот нам, наверное, надо думать, как все-таки подружиться оставшимся здесь. Как подружиться русским латышам? Вот этот вопрос мы вам задаем вместе с газетой «Суббота». Пожалуйста, звонки. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Я все хочу понять. Откуда родился этот, я не знаю, для кого-то, для меня миф, да, для некоторых, вероятнее всего, молодых латушей, это правда, то, что в советские времена в Латвии запрещали говорить по-латышски. Мне повезло жить в те времена. Я училась в русско-латышской школе, где были русские, где были латыши. Я общалась с латышами. Я искренне просто не могу вспомнить, в каком месте запрещали говорить. Я объясню. Хорошо? Да, конечно, конечно. Я могу добавить. Конечно, это такое обобщение, что запрещали говорить на латышском. Конечно, не запрещали между собой, но все заседания, все какие-то там организованы. Из-за делового общения было русским, да. Да, да, да. И мы видим, ну, что очень многих бывших советских странах, республиках местный язык почти уже не используется. Ну, там посмотрим, что происходит в Казахстане, в той же Беларуси. Они между собой говорят на... Ну, Беларуси, кстати, два государственных языка. Да, но беларус с беларусом уже часто говорится на русском. И, в принципе, это была такая русификация. Ну, это факт. Они это делали. И для латышей этот вопрос языка, он очень-очень такой... Чувствительный и болезненный, понятно, да. Так же, как, кстати, и для русских. Да, конечно. Вопросы языка, они такие есть. Но я вот, когда шел сюда, я думал об этом, и я понял, как это назвать, да. Латвия, в принципе, это заповедник латышского языка. Это единственное место на планете Земля, где этот язык может существовать. Он должен здесь охраняться всеми способами. Он, может быть, существует и в других местах, но в данном риоле, скажем, он концентрированно существует. Да, и если у тебя есть лес, и в нем живет там какие-то черные аисты, например... Ну, да, красную книгу занесенную. Тебе в твоих интересах рубить дерево, а ты нельзя, потому что аисты надо обережать. И это русские, наверное, должны понять, что латышский язык – это то, что это государство должно оберегать всем способом. Это очень-очень важно. То есть, в принципе, это одно из условий, да, вот как подружиться русским латышам, чтобы русские поняли, что вот для латышей латышский язык – он очень чувствительный вопрос, и его нужно... Конечно, конечно. Латыши хотят его сберечь, правильно? Так же, как и латыши должны понять то, что если человек тут живет, он научился латышский, и любит эту страну, что он не должен чувствовать себя немножко иначе, чем латыш, который там хозяин. Нет. Латыши «Если бы я был русским», кстати. Ну и я, Наталья Михайлова, а также звукорежиссер Евгений Копеин. Через несколько минут встретимся. На болткоме «Разворот». Ну, мы продолжаем наш «Разворот». У нас сегодня продолжение акции совместной с газетой «Суббота. Общий язык» акция называется, в которой мы рассматриваем наивные вопросы о русских латышах и будущем Латвии. И один из наивных вопросов сегодняшнего дня – это «Как подружиться русским латышам?» Мы в прошлом получать уже эту тему начали. И вот одна из идей, которая звучит в последнее время в публичном пространстве «Как подружиться?» – это поменяться семьями, что ли? Да, поменяться детьми скорее. Да, тут в данном случае даже не поменяться было, а идея звучала сначала с одной стороны, так она именно была воспринята в штыки частью населения, потому что она звучала однобоко – отдать русского ребёнка в латышскую семью, он там, значит, выучит язык. В принципе, вот, как бы, идея-то абсолютно живая и не новая, да, потому что мы знаем, что очень многие родители отдают своих детей за границу, ну, чтобы они там пожили, да, и пообщались в языковой среде, и не видят в этом ничего, не то что плохого, а наоборот, можно сказать, даже очень хотят. И в школах существуют такие программы в университетах, вот, я знаю, что в газете «Суббота» сегодня также есть и статья на эту тему, то есть такой эксперимент уже проходил, правильно, Кристина? Да, вот наш постоянный обозреватель кино Валентин Роженцев, он рассказал о своём опыте, как он своего ребёнка сдавал латышскую семью, вот, пожить, буквально вот ставил объявление в газете «Отдамся на интеграцию в хорошие руки». И вот тут как раз мы за кадром эфира выяснили, что вот как раз у Гунтера тоже вот есть намерение вот в этом вот ключе что-то сделать прекрасное. Расскажите, Гунтер, может быть. Ну, это идея господина Юдина, депутат Сейм, да, и он вчера мне звонил, и мы договорились, что... Он в Латвия-Савизе призвал, чтобы откликнулись латышские семьи, которые готовы взять вот на несколько, на какой-то срок русских детей, чтобы немножко их интегрировать. Да, ну и для этой идеи, чтобы она реализовывалась, надо какое-то место, где люди могли бы друг друга найти, и, конечно, дорога МЛВ – это отличное место для этого, и сегодня мы встречаемся, наверное, очень быстро и сделаем такую возможность, что вы, если хотите, чтобы принять ребёнка русского или латышского... К себе, да, на какое-то время? Или всё равно, какого-то другого к себе, тогда вы можете, там, обменяться с детьми или... Здорово получается. Получается двусторонняя всё-таки акция? Ну, конечно, двусторонняя. Сначала почему получил таких, скажем, тумаков от общественности господин Юдин? Он предложил односторонний вариант. Ну, во всяком случае, звучало именно так, что отдать русских детей на интеграцию. Многие очень русскоязычные и в интернет-комментариях, и вообще там в радиопространстве начали сразу его, скажем, критиковать за эту идею, потому что вот, а вы давайте вот наоборот, мол, пусть латышские дети тоже в русских семьях поживут. А мне кажется, что вообще интересно было бы, если дети даже латышские, латышские или русские, другое русское, потому что это ведь, ну, посмотреть, как другие люди живут, это обогащает. То есть у вас будет вот именно такой вариант, да? Да, ну, наверное, с акцентом на то, что разные национальцы друг к другу, ну, в принципе, почему же? Интересно было бы в цыганской семье пожить ребенка, да, но это же такая... Такой опыт, по-моему, если эта идея пойдет, мне кажется, будет чем заняться жителям латыши, наконец-то таким полезным. А гражданам как хорошо в лауках пожить, хоть какой-то шанс получить. Особенно летом. А то просто, ну, иногда завидно. Вот спросишь у латышей, вы где на лето? Мы в лауках. А у нас нету, в основном, лауков. Ну вот. Обидно. Да, звонок у нас, пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Есть такое государство, которое называется Лексимбург, три официальных языка, немецкий, французский, лексимбургский. Есть целая, значит, система обучения языкам поочередно. И в Европе я не знаю, где живут богачи, а люксембургцы всего, у нас в всем свете. 300 тысяч из них там 285 живут в Люксембурге, в самом Гольцегерцогстве. А столице всего 76 тысяч человек. И когда мне говорят, что единственное место в мире, где латышский язык может существовать, это Латвия, я даже и не спорю. Я даже и не собираюсь говорить, ну, где центр должен быть, да? Но у нас ведь задача не в этом. У нас задача подавить другие национальности, другие языки. Вот когда вот это будет отменено, будем жить как в Люксембурге. Ну, а что для этого надо сделать, чтобы это было отменено? Вы скажите свой рецепт. Как подружиться русским латышам? Мы сегодня отвечаем на вопрос. Для этого, для этого, как-то надо все-таки упорядочить разделы собственности. Потому что все рвутся только заработать. И поскольку некоторых национальностей имеют преимущество, они еще не поделили, что ли, все, я даже не знаю, нищету только делим. Вот так я понимаю, что пока не будет у нас понимания того, что все те, кто рвутся во власть, единственное, что они хотят, власть... Юрий, мы отвечаем на вопрос, как подружиться. Давайте рецепт. Не пока не будет, а давайте вот конкретно ваши предложения. Надо понять это общие слова. Давайте вот уже, ну, что надо сделать для того, чтобы надо было понять. И вот все-таки хочется не общих слов, а каких-то конкретных действий. Вот в данном случае творческий директор портала «Дралгем.лв», он предлагает свою площадку для того, чтобы вот эту акцию осуществить, скажем так. Дети одни, значит, национальности пожили в семьях других. Вот такой вариант предлагают. Вот для того, что он готов даже и свою личную площадку домашнюю предоставить, по-моему. Нет? Нет, сейчас нет. Четверо детей создать собственных улмонтеров. У меня вошел в семью один новый ребенок. Член семьи, так что да. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Еще раз. Мне очень нравится идея с тем, чтобы русские дети пожили в латышских семьях, и латышские дети в русских семьях. У меня двое детей, и я готова их каждого в свою семью отдать и принять к себе. Идея просто чудесная. Главное, нужно место, где родители могут связаться, узнать друг друга, потому что оба куда, а то, что их детей нет. Ну, естественно, конечно. И без бокового не возьму. Вот, так что я за. Да, спасибо. Это мы сделаем. Как раз мы обсуждали тоже за эфиром, что, конечно, нужно знать и семью, это понятное дело. Мы же тоже, когда детей, скажем, отправляем за границу, мы тоже узнаем, где они будут жить, и с кем, и в какой среде общаться. Это понятно, это нормально для родителей. Никто там не говорит о том, что детей в какую-то ссылку оба куда отдать, и пусть они там как хотят, так и выкарабкиваются. А мы в субботе с удовольствием тоже координаты поставим, куда обращаться. Мы тоже можем подключиться. Но, может быть, есть еще какие-то варианты? Вот, пожалуйста, у нас сегодня вопрос вместе с субботой, как подружиться русским и латышам. Вот эта вот акция идет, общий язык, и эксперты отвечают на вопросы этого проекта. И вот мы бы тоже хотели, чтобы вы ответили. Как подружиться русским и латышам? Что нужно сделать? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем. Ну, в принципе, рецепт уже давно был. Например, в советское время очень хорошо жили русские и латыши. Если что касается языка, ну, в принципе, не надо, как говорится, делать нападки на другого языка. Ну, не надо, понятно, а как этого добиться, вот чтобы не было нападок? Добиться, ну, понимаете, но сейчас проголосовало большинство против русского языка, против латышского, то никто не голосовал. Вообще, во-первых, надо мифы все ликвидировать. Вот эти русификации, например, самый большой миф. Или, допустим... Кому их надо ликвидировать? Кому, скажите? Я думаю, кому. Кому. Обществу, обществу, обществу. Ну, то есть вам конкретно тоже, да? Вот вы должны ликвидировать какой-то миф? Возможно, и мне частично. Да. Потому что я очень, очень, ну, в латышской среде обитаю, в принципе, очень сильно. Я вот вижу все эти мифы со стороны. И изнутри еще бы вот не хотелось, чтобы конкретно детей, если в семью, очень-очень много вот именно этих мифов и вот эта история. Детей учат, ну, много на лжи. Вот один короткий пример. Мы были в гостях в такой одной солидной семье, наверное, года полтора назад. Ребенок ходит заниматься, по-моему, в Леврде. Они живут, ходят в музыкальную школу. И когда там что-то зашел разговор, вот типа этого, что-то про Раймонда Паута, ребенок, ну, как-то в переносном смысле, я дословно не скажу, спросил, мама, а как Раймонд Паут мог писать вот эти песни 20 лет назад, когда он сидел? Ну, в советское время, понимаете, ребенок шестилетний, он плохо понимает, но вот где-то везде вот это вот до такого уровня доходит. Вот когда мы вот это перестанем детям вот это вот внушать, особенно про старое. Было-было, но давайте дружить, давайте нормально жить. Ну, то есть, все равно каждому надо с себя правильно начинать? Ну, конечно. Ты же не выйдешь на площадь, не скажешь, ну-ка, люди, перестаньте мифы эти все распространять. Тем не надо вот эти все мифы вживлять. Спасибо вам большое, да. Гунтер, что скажете? Я не знал такого мифа, что Раймонд Паута сидел. Ну, это как один из примеров. Теперь знаете, можете культивировать, если хотите. А знаете, Раймонд Паута, между прочим, это не будем с этим. Так, с Раймондом Паутом все понятно. Как подружиться русским и латышам мы обсуждаем сейчас. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Значит, я хотел немножко проговориться по тем вопросам, которые меня немножко удивили. Если русский второй государственный будет, говорят, что латышский пропадет. Не было такого и не будет. В интернете я как-то наткнулся на фотографии Риги при советах. Большинство вывесок везде были на латышском. Газеты были на латышском. Но, ладно, это не факт. В той же Сибири сохранился латышский язык. Следующее. Как подружить? Самое правильное было бы это сделать действительно все садики трехязычных. Английский, русский, латышский. Но учителя должны быть в главную очередь латышами, чтобы они учили латышскому. Они русские, которые знают латышский и учат ему. Они должны быть латышами. И уже с детского садика, когда головы еще из них можно лепить что-то, чтобы они знали латышский. А всеми пусть говорят по-русски. Спасибо. Вот еще один рецепт. У нас уже есть три. Первый был полюбить друг друга надо. Трехязычные садики. А нет, четыре. Все учителя латыши. Я понял рецепт. Как мы будем так поделить? Потом было с семьями обмен детьми. Значит, мифы надо уничтожить и начать себя. И третий, вот садики трехязычные должны быть. Это вот как бы одни такие пути. Причем все учителя латыши. Ну, имеется в виду, наверное, преподаватели языка должны быть носителями языка, я так понимаю. Чтобы дети с детства впитывали уже без акцента язык и так далее. Ну, я так понимаю, что так, нет? Не, ну, если так, то возможно. Но, в принципе, это, по-моему, закон не позволяет такой дискриминации. Если он знает язык, и у него акцент не тот, как ему можно запретить преподавать, никак. Логично. Пожалуйста. Как подружиться русским латышам? Пожалуйста. Слушаем вас. Слушаем вас, пожалуйста. Алло, добрый день. Здравствуйте. А вот у меня, предлагаю, такой рецепт, как работать вместе надо. Работать. И я считаю, что и делят русские латыши именно высокооплачиваемую работу. А если бы у нас у всех было много высокооплачиваемой работы и совместной работы, вот бы мы и дружили бы все, и не было вообще никаких вопросов. Ну, хорошо. Ну, а как? Как ее завести? Как ее высокооплачиваемую работу? Спасибо. Создавать, создавать рабочие заводы, создавать работу, создавать. Весь принцип в работе. Все сконцентрировано вообще вокруг работы. Работа, работа, работа. И все что с ней связано. Усокая добавленная стоимость и так далее. Вот о чем надо думать. Скажите, пожалуйста, можно вам вопрос задать тоже? Вы работодатель? Нет, я как раз представитель рабочего класса. Я работаю. Ну, у вас есть идеи, как создать рабочие места, да? Ну, я создаю тоже. У меня тоже вот люди реально, вот есть кто работает. У меня я и стараюсь, и создаю эти рабочие места. И нет проблем. У меня работают в коллективе. И русские тоже. И у нас нет проблем. Мы концентрируемся... А как вы разговариваете, кстати? На каких языках? На каком? На профессиональном уровне. Ну, профессиональный язык работает. Я не знаю, мы больше работаем физически, а разговариваем мы на том языке, на котором мы можем понять друг дружку, объяснить, о чем мы говорим. Смысл языка не о том, на каком языке говорить, а смысл, чтобы было понятно, смысл, о чем речь-то идет, понимаете? Не, ну, понятно, конечно, но все равно интересно. Вот у вас смешанный коллектив. На каком вы языке там говорите, вот в смешанном коллективе? Или кто первый заговорил, тот на таком и продолжает. Вот так оно и есть, да. Да, кто-то кричит, например, там ко мне кричит, там, эй, подуши, подуши. Нет проблем. Нет, другой кричит. Но главное смысл, о чем говорить, а не на каком языке говорить. Понимаете? Хорошо, спасибо. И главное, еще с жестами не приборщить тоже бывает. Еще звонок у нас. Как подружиться русским латышам, пожалуйста. Слушаем вас. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А я на передачу позвонил? Да. В прямом эфире вы уже, пожалуйста, говорите. А, ясно. Ну, меня зовут Олег. Да. Мы обсуждаем вопрос, как подружиться русским латышам, Олег. Пожалуйста, у вас есть ответ? Да. У меня есть вопрос, вернее, не есть вопрос, а есть ответ, что, я сказать, это примерно точно так же, как в начале 90-х годов. Нужно ли это вообще делать? Кому нужно делать? Есть ли желание у кого-то? Вопрос заключается в том, что, так сказать, если все, наоборот, направлено на то, чтобы латыши с русскими не подружились? Ну, так кто это направляет? Мы, что ли, с вами? Нет. Это примерно то же самое, что говорить о промышленности, почему она уничтожалась в начале 90-х годов. Нет, ну, давайте уже не говорить об этом, а говорить о том, как подружиться. Вот давайте пойдем вперед чуть-чуть. Вот что вы лично можете для этого сделать? Значит, ну, если есть изначально, точно так же, как есть изначальная Россия, фобия среди правящих кругов, и все направлено на это, то говорите сейчас о какой-то утопии, что, я сказать, они вдруг пойдут навстречу. А у вас есть, я прошу прощения, у вас есть фобия эта? Нет, у меня нет. Ну, и хорошо, а какое вам дело тогда до того, у кого есть эта фобия? Давайте вот с себя начинать, вот просто с вас, с вашего соседа, с вашей семьи. У нас в 90-х годах или там в 2000-х годах есть замечательные экономисты и управляющие, господин Герчиков, который всегда говорил, что, я сказать, нужно с Россией развивать связи, и сейчас мы говорим о том, что, я сказать, это единственное спасение для латвийской экономики, повернуться в восточном направлении. Но никто в этом плане, никто ничего не делает. Спасибо, но я прошу прощения, но господин Герчиков как раз в этом плане делает очень многое. Он говорит и делает, да? Вот, там насчет того, что это единственное или не единственное, тут можно обсуждать, но не будем, это не тема нашей программы. Сегодня мы обсуждаем, как подружиться русским латышам, и очень хотелось бы, чтобы, ну, были какие-то такие простые, может быть, бесхитростные рецепты. Иногда они лежат у нас под ногами, мы их просто, ну, не видим, да, то, что можно взять, поднять и внедрить в жизнь. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, я, во-первых, хотела сказать, что, ну, про политиков уже сказали, и мне кажется, что нужно создать атмосферу нетерпимости к низкокультурному слою русскоязычных, чтобы, вот, например, мой сын даже в ресторане может подойти к людям, которые нецензурно выражаются, и попросить их вежливо или в электричке, вот он едет или с ребенком, или вот жена была беременна, он подойдет, никакого конфликта, и они все замолкают. Пусть они дома выражаются. И мне кажется, латыши, очень многие, именно составили русских впечатления вот по вот этим вот низкокультурным слоям таким. Спасибо, да. То есть создать атмосферу нетерпимости к низкокультурным русскоязычным слоям. Ну, я бы вычеркнула бы слово русскоязычным, потому что, в принципе, низкокультурные они могут быть в разной национальности. Может, нетерпимость вообще плохое слово. Ну, в данном случае нет. Ну, неприятие, что ли, скажем, какой-то, действительно какой-то реакции, да, на это, наверное? Да, наверное, чтобы люди, которые, ну, чтобы культурно выражаться было, ну, почетно. Да. Ну, чтобы они создавали впечатление о своей национальности, как и хорошие. Приятное впечатление оставляли о себе, конечно. Да, спасибо большое. И еще, пожалуйста, звонок, как подружиться с русским алтышем. Мы послушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Вот эта дама, которая выступала, она как раз относится вот к этим слоям общества низкокультурным. Просто противно слушать. Это не иметь национальности. Спасибо большое. Ну, вот я не хочу, чтобы мы тут все сейчас друг на друга понавешили ярлыки, кто к каким слоям относится, кто к высококультурным, кто к среднему, кто к низкому. Мы как раз обсуждаем вопрос, как подружить русских и алтышей и подружиться нам. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть предложение. Давайте. Со стороны государства выделять денежные премии, или там еще, когда русский женится на латышке, латышка выходит замуж за русского, и в результате или какой-нибудь законодательный акт, что нельзя, мононациональные браки там, или вот женился русский на латышке, на тебе там квартиру. Такую принудительную модель какую-то. Все. Это уже не дружба. Это уже метод кнутая премика получается такой. Да. И денежные премии, и запреты тут. Но смешно. Да. 6, 7, 2, 12, 9, 3, 9. Еще есть одна минутка, и мы принимаем звонок последний уже. Как подружиться русским латышам? Пожалуйста, слушаем. Да, добрый день. Здравствуйте. Ну, во-первых, мое мнение, что никто ни с кем не ссорился. А глядя назад, можно просто поломать шею. У нас тоже коллектив многонациональный, и все живут дружно. Это где-то там сверху рыбы, которые плавают там наверху, ругаются между собой. А у нас все хорошо. И мы в коллективе говорим или на русском, на латышском. Можем по-польски, по-немецки поговорить. Слушайте, какой у вас мультикультурный коллектив. Да, у нас все отлично. А рецепт, на самом деле, простой. И я думаю, что вот в этом очень помогли бы средства массовой информации, если бы передачи на русском радио или там русских газетах, были бы журналисты, скажем, с латвийского радио или с латвийской какой-нибудь газеты. И наоборот. В смысле, на... Обмен опытом. Обмен опытом, красиво. А, на разных языках, да, вы имеете в виду? Нет-нет, или поменялись с редакциями, скажем, на один день. Просто, да, может латышский журналист написать на русском референдуме свое мнение в русской газете. И то же самое, скажем, русский журналист... По-русски или по-латышски? Потому что у нас просто нельзя двуязычные вот эти газеты выпускать по закону просто нельзя. На котором язык или с переводом. А, ну понятно. Ну думаю, но думаю, что этот вопрос не самый сложный, который можно решить. Да, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Да, очень интересное мнение мы сегодня выслушали. Да, прям удивительные рецепты такие. Я напомню, что у нас сегодня прошла очередная серия акций «Общий язык», которую мы проводим вместе с газетой, с еженедельником «Суббота». Вот она уже есть, вышла в свежий номер. И в свежем номере в этом обсуждается вопрос, как подружиться русским алтышам. Здесь 10 экспертов разных. Один из них сегодня был у нас в гостях. Это Гунтер Мелушканс, творческий директор портала «Дралгем.ЛВ» и автор статьи «Если бы я был русским». И вот вкратце напомним, наверное, о тех рецептах, которые посоветовали нам радиослушатели. Значит, во-первых, самый первый был замечательный – это полюбить друг друга. Вот, вплоть до того, чтобы жениться друг на друге. Ну, а последний, один из последних радиослушателей предложил выписывать за это денежные премии. И вообще запрещать мононациональные браки. Если женился на представитель другой национальности. Да. Далее было предложение более развернутое. Это господина Юдина, который предложил, значит, интеграционное такое мероприятие – обмен детьми. И, как слышали мы, уже есть желающие, да? А вот Гунтер нам сказал, что площадка будет как раз на «Дралгем.ЛВ», и уже вскоре можно будет искать там, да, наверное, информацию об этом? Ну, я вам тоже дам известие, что… Мы тоже опубликуем с удовольствием всё. Да, и на радио мы тоже сообщим для тех, кто интересуется этим вариантом. Потом был вариант о том, что нужно было. Три языка в детском саду, правильно? Да. Вот, это тоже было такое. Атмосферу нетерпимости предложили искоренить. Нет, наоборот, создать. А, ой, простите, да. К низкокультурным слоям создать. То есть каждый должен за свою национальность отвечать, чтобы о ней говорили только культурно. А низкокультурность искоренить, собственно. Вот так. И мифы уничтожить. В общем, начать с себя причём в этом. Так что вот такие интересные предложения. Мне кажется, что все они очень стоящие. Спасибо вам, уважаемые эксперты и соавторы. Кристина Худенко, Гунтер Мелушканс, я, Наталья Михайлова. Это была программа «Разворот». Всего доброго, до свидания. До свидания.